6 апреля работники следственных подразделений МВД России отмечают профессиональный праздник. 60 лет органы юстиции стоят на страже законности. Ведомство претерпело множество преобразований, но одно осталось неизменным – любовь сотрудников к выбранной профессии. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Любовь Лазарева работает в следственных органах три года. Расследовала разного рода преступления, порой весьма запутанные. Но старшему лейтенанту юстиции всегда удается докопаться до истины и вывести преступника на чистую воду. Первые года, наверное, все дела оказались боевым крещением, потому что они были разносторонние. Это были как кражи каких-либо предметов, это были квартирные кражи, это были хищения с расчетных счетов, использованные поддельных денежных купюр, направлялись. На счету Любови Лазаревой сотни раскрытых и расследованных дел, в основном экономического характера. Незаконное получение кредита, хищение криптовалюты, реализация спиртсодержащей продукции, коррупционные преступления. Ты сидишь, расследуешь, добиваешься истины, и по итогу получаешь тот результат, который должен быть на выходе. Часто используем, наверное, подчерковеческие экспертизы, все-таки технико-криминалистические, это если у нас присутствуют акцизные марки на товарах, либо изымаются акцизные марки. Бухгалтерские экспертизы по выпискам, по организациям, по незаконным каким-либо денежным средствам, выплатам и так далее. Следователь не работает в одиночку. В его команде оперативный сотрудник полиции и эксперт-криминалист. В ходе допроса он нам дает показания о том, что он работает в данной организации, откуда не изъяты куча документов. Нам с тобой нужно будет выписать постановление о производстве обыска и съездить, соответственно, на обыск с целью изъятия всех документов, которые имеют значение по делу. Чтобы предотвратить смежность допросов, громкие экономические преступления расследуют одновременно несколько следователей. Если у нас большой ряд обвиняемых, количестве от двух и более, как можно быстрее провести следственные действия до периода ночного времени. Нужно провести все необходимые следственные действия, направление и избрание мероприятия всем обвиняемым. Работа следователя не прерывается ни в выходные, ни в праздники. А в будний трудовой день может затянуться до полуночи. Каждой своей коллеге я бы пожелала терпения все-таки, здоровья, что сейчас немало важно, и оставаться при любых ситуациях с человеком. Думать и все-таки делать то, что нам предписано законом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.